Каждый, кто окинет взором современный мир, признает очевидный факт. Цивилизация Запада превосходит в своем развитии в науке, культуре, экономике и, пожалуй, даже в искусстве, все иные культуры. Самые красивые и величественные города мира также расположены в Европе. Западные ученые дарят миру многие научные и технологические открытия. Многие неевропейцы стараются в чем-то подражать или уподоблять свой образ жизни европейскому уровню, испытывают восхищение не только культурой и уровнем жизни, но и западной философией и верованиями. Однако, если бы эти люди были бы осведомлены об истории и истинных фактах возникновения и развития цивилизации, они не впадали бы в эти заблуждения. Если заглянуть вглубь истории прошедших двух тысячелетий, перед нами возникнет совершенно иная картина мира, далекая от сегодняшней. Европа пребывала еще в царстве тьмы и невежества, когда ислам основал самую блистательную цивилизацию в истории мира. Ислам принес свет, который озарил своим сиянием весь мир. Давайте вместе окинем взором историю развития нашей цивилизации. 14 веков тому назад на Аравийском полуострове зародилось новое вероучение. Эта вера научила арабские племена, жившие в мире жестокости, варварства и невежества, пониманию мира, нравственности, морали и культуры. Не только арабские племена того периода, но многие народы мира обрели истинный смысл бытия и озарили свой жизненный путь через постижение новой веры. Наука, культура, философия и искусство пережили невиданный доселе всплеск развития. Именно ислам, неспосланный человечеству Всевышним Господом, как наставление и назидание в жизни, принес людям новое видение мира и возможность приблизиться к совершенному образу жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Ислам. Свет, озаривший мир. В начале 7 века новой эры Аравия представляла собой, пожалуй, самый воинственный регион мира, погруженный в бесконечные кровопролитные конфликты и межрадовые войны. На Аравийском полуострове обитали много различных народностей, исповедовавших языческие верования и поклонявшиеся всевозможным идолам. Ради своих языческих башков они вели между собой бесконечные кровопролитные войны. Истреблялись целые народы. Народы не знали милосердия даже по отношению к детям и старикам. Моральные критерии племен были чудовищно искажены. Ненависть считалась добродетельной, беспощадность проявлением доблести, а любовь и милосердие презренной слабостью. Женщины считались низшими существами. Рабы и немощные претерпевали бесчеловечное унижение. И вот чудесным образом всего за пару десятилетий этот мрачный мир жестокости и кровопролития полностью изменился. Коран, ниспосланный людям Всевышним Аллахом как путеводитель и наставление в жизни, стал божественным чудом, преобразившим все вокруг. Коран был ниспослан пророку Мухаммаду, последнему из господних посланников, да пребудет над ним мир и благословение Всевышнего. Господь стал ниспосылать ему свои повеления, чтобы он призывал свой народ к истинной вере. Первое откровение Аллаха не зашло к пророку Мухаммаду, когда он находился в пещере. Всевышний Господь повелел ему «Читай во имя Господа твоего, который сотворил все сущее, сотворил человека из сгустка. Читай, ведь Господь твой щедрейший, который научил человека письму пером, научил человека тому, чего он ранее не ведал». Это божественное повеление впервые призвало арабские племена, существовавшие доселе во мраке невежества и жестокой борьбе за выживание, внимать Господней волю и устремиться к знаниям и размышлениям о смысле бытия. Господний призыв стал началом величайшего культурного расцвета в истории существования рода человеческого. Избавиться от идолов Пророк Мухаммад начал передавать людям неспосылаемое ему повеление Всевышнего Аллаха в городе Мекка. Одном из самых крупных центров Аравии. Жители Мекки были хранителями Каабы, храма, построенного пророком Ибрахимом для совершения поклонений Всевышнему Аллаху. Однако со временем истинная вера деградировала, и храм стал местом скопления множества каменных изваяний. Сотни идолов, размещенных в Каабе, олицетворяли искаженные языческие верования мекканцев. Но, кроме того, служили и источником доходов. Люди приносили этим каменным идолам жертвы, совершали ритуальные танцы и песнопения. Они поклонялись и молились изваяниям, сделанным ими же самими из камня и дерева, наделяя их божественными силами. Всевышний Аллах взывал к ним в Коране, «О, люди, вот вам притча, прислушайте же к ней. Все, кому вы поклоняетесь, помимо Аллаха, поистине не смогут никогда и мухи сотворить, даже если и соберутся все вместе для этого. И если муха похитит у них что-либо, то и это они не смогут у нее отнять, немощен и просящий, и просимый». Но последователи ислама в первые годы были меньшинством среди язычников. Они пытались сохранить истинную веру в условиях тяжелейших преследований и нападок многобожников. Язычники, жители Мекки, отказались внять этому призыву Всевышнего Создателя. Более того, гнев охватил их. Они восстали против пророка, который донес до них эту истину. Поначалу язычники пытались заставить его отказаться от проповедей, затем запугать, но, видя его непреклонность, в итоге решили убить пророка. Составив план, они предательски напали ночью на лагере, где жили последователи пророка, и многие из уверовавших стали шахидами, мученически убиенными за веру. Угрозы язычников стали представлять реальную опасность жизни общины первых мусульман, и пророк Мухаммад принял решение покинуть Мекку. Аллах указал уверовавшим путь к спасению. Через 13 лет после начала неспослания откровений из Корана, когда угрозы со стороны язычников достигли невыносимых масштабов, жители другого города, Ясриба, находившегося южнее Мекки, пригласили мусульман переехать к ним. Пророк Мухаммад, вместе с уверовавшими, совершил в город Ясриб хиджу, то есть переселение. Город, ставший новым центром становлении ислама, позднее был переименован в Медину. Пророк Мухаммад подписал с жителями города, прежде всего с иудеями и христианами, договор о мире. Все жители, независимо от вероисповедания, обязались жить в мире и уважении. Первобытные отношения уступили место социальному единству людей различной этнической принадлежности. В последующие пять лет произошло три крупных сражения, между язычниками Мекки и мусульманами Медины. Мекканские язычники напали на мусульман, поставив целью истребить всех последователей ненавистного им пророка и стереть с лица земли само вероучение ислама. Мусульмане были вынуждены защищать свои жизни и веру, уповая на помощь Всевышнего и ища его благословения. В ходе всех войн одной из главных заповедей мусульман была защита прав мирных людей. Войска мусульман никогда не совершали насилия и жестокости, ибо таково было повеление Всевышнего Господа, уверовавшим. Сражайтесь на пути Господнем только с теми, кто воюет с вами, но не приступайте к грань дозволенного. Воистину, Аллах не любит тех, кто приступает к пределы, установленные им. Обычай языческих арабских племен того периода приписывал убивать всех плененных во время войны. Но пророк Мухаммад, следуя по велению Всевышнего Господа, приказал войскам обращаться с плененными с добром и милостью, делиться с ними своей едой и кровью. Единственное, что требовалось от плененных, так это знание. Если среди них были люди, знавшие грамоту, то они должны были учить чтению и письму тех из мусульман, которые не знали грамоты. С приходом ислама земли Аравии, быть может, впервые за тысячи лет стали свидетелями подлинного милосердия, справедливости и культуры. Шли годы, истинная справедливость и высокая нравственность, которую нес ислам, стремительно распространялись и обретали все новых сторонников на Аравийском полуострове. Мужество, твердость веры и справедливость первых мусульман служили примером для многих арабских племен, и все новые народы обращались в ислам. Спустя менее десятилетия армия мусульман окрепла и стала непобедимой силой. И вот в 630 году воины ислама направились к Мекке. Мекканские язычники, совершившие столькие злодеяния и убийства первых мусульман, были охвачены страхом. Они полагали, что мусульмане пришли к ним с местью. Увидев многотысячное войско перед стенами города, жители в ужасе разбежались. Согласно языческим обычаям того времени, все мужчины племени, проигравшего в сражении, подлежали казни через отсечение головы, а женщины и дети забирались в рабство. Мекканские язычники полагали, что эта участь неизбежно постигнет и их. Но беспредельная милость Всевышнего Господа проявлялась во всех деяниях пророка. Мухаммад, войдя в город, провозгласил, что никто из жителей города не столкнется с местью, и никто из них не будет принужден к принятию новой веры. Многие западные историки отмечают это беспрецедентное проявление веротерпимости и милосердия со стороны мусульман. Когда пророк Мухаммад вошел в Мекку, он не только не допустил какого-либо насилия или кровопролития, но встретил с объятиями мекканцев, которые на протяжении трех лет воевали с ним и вынашивали планы его убийства. Подобное поведение в условиях того времени было шокирующим для всех, но в самой сути вероучения ислама был заложен прецедент великого милосердия, благонамеренности и чрезвычайного уважения к каждому человеку. Пророк Мухаммад пришел к мекканцам не для мести, но для того, чтобы спасти их от невежественных заблуждений и языческих верований. Войско мусульман, вошедшее в город, первым делом направилось к Каабе. Дойдя до священного храма, пророк Мухаммад вошел в него и своими руками разбил все языческие идолы, хранившиеся в нем. Вместе с этими идолами были сокрушены законы жестокости, несправедливости и варварства, вершившиеся людьми во имя этих каменных извояний. В Аравии, впитавшей в себя высшие нравственные принципы Корана, не стало конфликтов между усобных войн и кровопролития бытовавших в прежние невежественные времена. Между людьми установились новые законы отношений, основанных на уважении, любви, милосердии и справедливости. Именно поэтому историки называют этот период веком счастья. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова 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 большей части мира, олицетворяя собой примеры подлинного ума, культуры и просвещенности. Начался невиданный доселе скачок в развитии культуры и науки. В течение всего ста лет исламский халифат распространился на землях, многократно превосходящих даже территории Римской империи. Мусульмане создали гораздо более мощную структуру управления. На этом колоссальном географическом ареале проживали люди и общины различных вероисповеданий. Более всего было христиан и иудеев. Ислам никогда не признавал каких-либо форм принуждения иноверцев к приятию своей веры. С особым усердием оберегались церкви и синагоги. Величайшая ценность этого положения становится еще более понятна, если вспомнить, что в этот исторический период повсеместно была распространена практика насильственного обращения в ту или иную веру. До прихода ислама мир еще не сталкивался со столь терпимым и уважительным отношением к иноверцам. Пожалуй, в качестве одного из самых ярких примеров веротерпимости ислама можно привести события 638 года, когда войско мусульман под предводительством халифа Амара завоевало Иерусалим. Сафроний, патриарх города и хранитель гроба Господня, боялся, что мусульмане разрушат церковь, возведенную на месте погребения Иисуса. Халиф Амар, войдя в город, попросил патриарха показать ему местные достопримечательности. Посетил церковь у гроба Господня и заверил Сафроний, что нет никакой нужды беспокоиться. Как раз в то время, когда халиф Амар находился в церкви, подошло время совершения намаза, и патриарх вежливо предложил халифу совершить намаз в храме, но халиф принес свои извинения и отклонил предложение. Он объяснил свой оказ словами, если я совершу намаз в этом храме, то мусульмане могут пожелать построить на месте храма мечеть, а это значит, что они могут разрушить храм возле святой могилы. Халиф вышел из храма и молился чуть в стороне. Примечательно, что позднее, на месте, где халиф Амар совершил первую молитву в Иерусалиме, была построена мечеть, которая расположена как раз напротив храма, возле гроба Господня. Мусульмане принесли в Иерусалим истинные шедевры архитектурного мастерства. Золотой купол, бесподобные мотивы украшения и убранство мечети были одним из примеров раннего исламского искусства и эстетики. В это время в Европе господствовал мрачный период религиозных войн и варварства. Католическая церковь всячески притесняла иноверцев, иудеев и даже иные христианские течения. Иудеев принуждали к принятию новой веры. Именем Господа отправлялись на пытки и смерть тысячи людей. В те времена все это было нормальным явлением для западного мира. Мусульмане же, как повелевалось им в Коране, всегда были веротерпимы и милосердны по отношению к людям Писания. Подтверждением того можно привезти церковь святого Иоанна в Сирии. Мусульмане, завоевавшие этот регион, не имели еще мечети и начали совершать пятничный намаз в этой церкви. Причем церковь продолжала считаться христианской. Христиане же, в свою очередь, совершали в ней свои богослужения по воскресным дням. Последователи двух вероисповеданий в мире и согласии использовали для служения Богу один и тот же храм. По мере увеличения числа мусульман в городе, исламское правительство с согласия христиан выкупило у них эту церковь. Рядом с церковью была возведена мечеть, украшенная изысканнейшими исламскими мотивами. Колонны, оставшиеся в наследие с византийских времен, обогатились яркими шедеврами исламского искусства. Мир и веротерпимость в отношениях мусульман с иудеями и христианами длились на протяжении всего периода правления мусульман. Иудеи, бежавшие от ужасов и интуизиции из Испании, обрели надежную защиту и родину на землях Османской империи. Следует особо подчеркнуть, что истоками веротерпимости и уважения мусульман к иудеям и христианам были нравственные заповеди кармана. Всевышний Аллах повелевал уверовавшим относиться с добром к людям Писания, то есть к иудеям и христианам. И отвечайте только наилучшим образом людям Писания, помимо тех из них, кто чинит вам намеренное зло. И говорите им, мы уверовали в то, что неспослано нам и вам. Наш Бог и ваш поистине един, и лишь Ему мы предаем себя. Ислам – исток современной науки В доисламский период арабы и иные народы Ближнего Востока никогда не размышляли о смысле бытия, происхождения Вселенной, жизни на земле и законам, по которым она существует. Первые размышления и поиски научного объяснения возникновения жизни начались уже после неспослания Корана, ибо Всевышний Аллах повелевал верующим размышлять и изучать то, как устроены и каким образом возникли небеса и земли. Эти первые научные исследования стали началом великого прорыва в развитии исламской цивилизации и истории мира в целом. Центром научного развития мира стала столица исламского халифата – город Багдад. Ученые, философы и исследователи, съезжавшиеся сюда со всего света, собирались вместе в известнейшем Доме Мудрости, оснащенном обсерваторией и библиотекой, хранившей более 4 миллионов томов. Ученые занимались здесь наукой и исследованиями, стремясь разгадать тайны божественного творения Вселенной. Знания, которые были неспосланы в Коране, позволили мусульманам достичь величайшего научного прогресса. Божественная мудрость заповедей Корана повелевала мусульманам использовать и изучать опыт, накопленный иными цивилизациями, без каких-либо предубеждений. Европа не имела для себя ни одного университета или культурного центра, который можно было бы показать в те века. Тогда как на земле ислама их, укомплектованных экспертами и специалистами во всех областях знания, было большое количество. Работы и научные труды мусульман были полны бесчисленными исследованиями, опытами, экспериментами и наблюдениями. Ученые-мусульмане придавали большое значение астрономическим исследованиям. Надо признать, что современная астрономия родилась из основ, заложенных именно учеными тех времен. Алгебра и тригонометрия также были основаны мусульманскими математиками. Арабы стали основателями повседневной арифметики, познакомили Европу с алгоритмом, десятичной системой исчисления ввели в научный обиход категорию абсолютного нуля. Мусульманские ученые еще в те времена подсчитали скорость вращения Луны вокруг Земли, составив для этого математические формулы, которыми мир пользуется и по сей день. Величественные архитектурные шедевры во всех странах исламского мира были возведены благодаря развитым основам инженерной науки. Но, пожалуй, самые яркие достижения мусульманских ученых были сделаны в сфере медицины. В те времена европейцы считали болезни проклятиями, насланными на человека злыми духами. В сознании европейцев тогда еще не было понятия лечения и изучения причин болезни. Мусульманские ученые смогли достичь в медицине величайших открытий. Так, к примеру, было установлено, что инфекционные болезни возникают в результате попадания в кровь или организм человека невидимых глазом микробов. Впервые был применен метод изоляции инфицированных людей от здоровых и изучение хода болезни и методов ее лечения через наблюдение за инфицированными больными. Для разных типов больных отделялись специальные палаты и применялись методы научного лечения. Мусульманские врачи научились лечить при помощи психотерапии и музыки некоторые виды душевных расстройств, в то время как европейцы считали душевно больных людей одержимыми злыми духами или слугами дьявола и живьем бросали больных в огонь. Работы мусульманских врачей по изучению анатомии человеческого тела были столь успешны, что многие из их открытий использовались как основы анатомии еще на протяжении шести веков на факультетах медицины европейских университетов. В учебных заведениях исламского мира обучались как женщины, так и мужчины. Женщины также вносили свой вклад в научные открытия. Известный британский историк и исследователь Терри Джонс, подготовивший для BBC документальный фильм об исламе, рассказывает о высоком научном уровне мусульман в средние века. Один мусульманский ученый из города Харан впервые произвел расчеты расстояний между Землей и Луной, которые оказались в точности верны. Другой мусульманин написал эссе о ядерных реакциях, в котором говорил, что деление одного атома способно освободить такое количество энергии, что ее будет достаточно для того, чтобы стереть с лица Земли город величиной с Багдад. В 1154 году в Дамаске на медицинском факультете студентов-медиков обучали анатомии. На моделях разъясняли системы кровообращения в организме человека. Мусульманские доктора, изучившие систему кровообращения за несколько веков до европейцев, осматривали больных и ставили диагноз, измеряя при этом частоту пульса. Роды принимались с соблюдением строжайших гигиенических методов того времени. Книги по медицине, использовавшиеся врачами-мусульман для того периода, сохранили рисунки медицинских инструментов, свидетельствующие о высоком развитии хирургии. Мусульманские ученые сделали основополагающее открытие в области офтальмологии, оптики и изучения строения света. Заложили основы для развития фундаментальной науки. Первым ученым, кто детально изучил и описал строение человеческого глаза, был мусульманин Ибн Аль-Хайтам. Арабы установили причины ослабления зрения человеческого глаза и еще за тысячу лет до начала изучения этой проблемы европейскими врачами успешно проводили операции по удалению катаракты. Именно мусульманские ученые установили, что свет распространяется быстрее звука. Невероятно глубокие изучения структуры света позволили изобрести первые линзы, то есть открыть путь к созданию современных видеокамер. Величайшее научное наследие ислама стало главным источником возрождения, начавшегося в 15 веке в Европе. Вершины цивилизации ислама Ислам привил верующим еще одну из добродетелей, неповторимый стиль эстетики и высокого искусства. Описания рая, неспосланные в Коране, содержат в себе тончайшую гармонию красоты и ослепительного великолепия. Мусульмане, воспринявшие в сердце эти образы и понимание эстетики, создавали неповторимые шедевры мирового искусства. Страны, которые находились под управлением мусульман, были самыми благоустроенными и развитыми в мире. После смерти пророка Мухаммада ислам продолжал распространяться по Аравийскому полуострову, принося с собой на новые земли стремительный экономический подъем и процветание. Мусульмане приносили с собой высочайший уровень культуры и науки. К примеру, в Тунисе были созданы гениальные инженерные сооружения по очистке питьевой воды. Вода отстаивалась в двух бассейнах-резервуарах, сообщающихся друг с другом, очищалась от всех осадков, а затем по системе закрытых трубопроводов доставлялась в районы города. В Европе эти инженерные конструкции были устроены через несколько веков. В Сирии инженеры-мусульмане построили уникальные по совершенству инженерной мысли водяные мельницы, которые доставляли воду для всего города. Столица халифата, Багдад, была без привлечения самым величественным, красивым и развитым городом мира той эпохи. Город поражал своей архитектурой и благоустроенностью. Один из европейских путешественников, посетивший Багдад, писал «Все районы Багдада полны парками, изысканными садами, дворцами и площадями, изумительной красоты базарами, чудесными мечетями и многочисленными величественными банями. Красоты этого чудесного города растянулись на многие километры по обе стороны реки Тигр». Другим крупнейшим центром исламского мира, но уже в Европе, была Испания. Созданный здесь андалузский исламский халифат был самым высокоразвитым и красивым государством Европы. Архитектура столицы халифата, города Кордовы, ослепляла своей красотой. Светлые и чистые улицы, великолепие убранства дворцов, больниц, библиотеки. В те времена Париж, Лондон и иные крупные города Европы утопали в грязи и антисанитарии, мраке и неустроенности. Вероятно, по этой причине в летописях многих европейских историков-христиан, посетивших Кордову, содержатся слова, выражающие удивление, потрясение, столь величественной красотой, культурой и чистотой города. В 9 и 10 веках Кордова была самым большим и красивым городом Европы. Архивы сохранили немало летописей христиан, посетивших его, с описаниями города, обилие цветов, открытые светлые площади и улиц, чудесная система освещения города. В те времена голода Европы еще пребывали во тьме. Только в Кордове были системы очистки питьевой воды. Люди жили в просторных домах, тогда как в Париже большая часть людей обитала в крохотных лачугах на берегах сены. Один из немногих сохранившихся до наших дней шедевров Кордовы – католический собор, находящийся в центре города. Этот храм был первоначально мечетью и только позднее обращен в собор. Эстетика и внутреннее убранство мечети очаровывало каждого входящего. Христианские путешественники, пребывавшие в Кордову, не били своим глазам. Монахиня по имени Корцвиттер из Саксонии, посетившая Кордову в X веке, назвала в своих воспоминаниях город чудом света. Как, вероятно, сильно было впечатление от увиденного, если это признание сделала христианская монахиня. Но, пожалуй, самым величественным архитектурным сооружением Анталусии, шедевром мусульманского искусства и эстетики, был дворец Аль-Касар. В каждой детали дворца ощущалась тончайшая гармония красоты, дарованная Исламом. Сады и дворца Аль-Касар были наполнены комплексом фонтанов, которые были построены с учетом законов земного тяготения. Коранические описания райских садов, которые уготованы Всевышним Господом в вознаграждение верующим за их праведные деяния, в мирской жизни вдохновили архитекторов на создание дворца и сада Аль-Касара. Наряду с архитектурой мусульмане были законодателями мировой моды и стиля одежды. На ткацких станках производились ткани невиданной красоты и изящества. Грубые и бесцветные европейские одеяния были несопоставимы с одеяниями, шедшими с Востока. Поэтому самым высоким показателем богатства в Европе считалась возможность закупать и носить одеяния, произведенные мусульманами, ибо мода шла с Востока. Европа узнала о банях и средствах гигиены, мыли и ванных тоже благодаря мусульманам. Все, что делает государство великим и процветающим, все, что направлено к совершенству и цивилизации, можно было найти в мусульманской Испании. Высочайшая культура, чувство красоты и гармонии, глубокий ум и мудрость, которую даровал верующим Всевышний Аллах в Коране, озарял собою все человечество. В этой первой части фильма мы рассмотрели многие факты истории ислама. Мы увидели, что ислам был тем божественным светом, что озарил людям благородный путь истины и красоты. Мусульмане несли всем землям веротерпимость, справедливость, науку и просвещение, эстетику, чистоту жизни и процветание. Европа была окутана мраком фанатизма и варварства, в то время как исламский мир был без преувеличения самой высокоразвитой и процветающей цивилизацией мира. С другой стороны, одна из самых главных причин, по которой сегодня исламская цивилизация переживает полный регресс и упадок, заключена в отдалении от истинных заповедей и повелений Всевышнего, утрате открытости к знаниям и искренности в стремлении к постижению мира, которые Всевышний Аллах предписывает мусульманам в Коране. Во втором фильме из цикла об истории ислама мы продолжим разговор о вкладе мусульман в науку и историю, о крестовых походах, 700-летнем правлении мусульман в Османской империи и еще многих исторических фактах. Мы ни на миг не можем забыть, что мусульмане должны быть достойнейшими последователями благородного пути ислама, истоком же этого должны стать искренность и глубокая вера в откровение Корана, неспосланного Всевышним Господом. Помните, Аллах повелевает нам в Коране. Алиф лям ра. Сие Писание, которое мы не спаслали Тебе, чтобы Ты вывел людей из мрака к свету по воле Господа их на путь всесильного и славного Аллаха.